В Пенсионном фонде России начали принимать заявления о назначении пенсии через интернет. Такой вид электронной заявки сегодня могут подать жители 80 субъектов Российской Федерации. Такая возможность появилась и у славянцев. Подробнее в следующем материале выпуска. Заявление о назначении страховых накопительных пенсий, а также пенсии по гособеспечению, подается через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России. Такой способ обращения экономит время, ведь не нужно приходить лично в Пенсионный фонд и стоять в очередях. Электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица» был запущен Пенсионным фондом в начале этого года. Он позволяет жителям до пенсионного возраста в режиме реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах. Такой услугой в нашем районе воспользовались уже около 100 человек. Чтобы назначить пенсию через интернет, гражданину необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда и, используя логин и пароль Единого портала государственных услуг в соответствующие рубрики, внести необходимые сведения, персональные данные, подать заявление и выбрать способ доставки пенсии. Также в личном кабинете каждый житель может узнать о количестве пенсионных баллов и длительность стажа, учтенных на его индивидуальном счете в Пенсионном фонде России. Это ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новым порядком формирования пенсионных прав и расчета размера страховой пенсии, который введен в России с 1 января 2015 года. Напомним, что с этого года пенсионные права на страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах или пенсионных баллах. Еще одно новое введение в Пенсионном фонде, которое действует на протяжении прошлого и этого года, определится с выбором пенсионного обеспечения. У жителей 1967 года рождения и моложе есть право выбрать до конца этого года свой вариант – направить всю сумму страховых взносов на формирование страховой пенсии или на формирование страховой и накопительной пенсии. В соответствии с его выбором, который он, если этот выбор хочет сделать, он должен прийти в пенсионный фонд и проявить свое воле изъявление, написать заявление, то те взносы, которые уплачивает работодатель, пенсионный фонд, в размере 22% из них, автоматически 6% – это солидарный тариф, который никак не влияет на размер пенсии застрахованного лица, остальные 16% – это индивидуальный тариф. Из них можно сформировать 10% – это, которое будет идти на формирование страховой пенсии и 6% – на формирование накопительной пенсии. Если же застрахованное лицо к нам не обращается, никак заявление не пишет, не подает, то у него с 2016 года начинается формирование только страховой пенсии из расчета все 16% и уплачиваемые работодателями индивидуального тарифа на формирование страховой пенсии. По возникающим вопросам можно обратиться в управление Пенсионного фонда России в Славянском районе по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Крупская, 294, или по телефону 225-96-445-67. Тина Кабачевская, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».